По традиции в день Петра и Февронии многие пары спешат связать себя узами брака. И сейчас молодожены получили своеобразный подарок. Частично сняты ограничения для росписи в отделе ЗАГСа. Теперь здесь могут присутствовать не только жених и невеста, а 8 человек, включая сотрудника. Подробности прямо сейчас. Клеенка на столе и вазы с фруктами советские свадьбы роскошью не отличались. Именно такая скромная роспись была у Владимира и Любови Сизовых. 53 года назад в единственном ЗАГСе Калинина на площади Ленина. Фатаб стоило 8 рублей. Платье на меня 44 размер стоило 40 рублей. Кольца мы купили мне за 17 рублей, ему за 19. И вот все вот эти затраты были, которые были сделаны. Расписались быстро, а жизнь вместе прожили долгую. Успели не то, что детей воспитать, уже и правнуков растят. 8 июля, в День благоверных Петра и Февронии Муромских, такие крепкие пары наградили медалями за любовь и верность. При выборе пар, награждаемых медалью, учитывалось время нахождения в совместном браке. Чтобы это был один брак. Каких детей, с какими достижениями они воспитали. И, конечно же, их вклад в жизнь нашего города, в области. Пока награждали пары с большим опытом в совместной жизни, тут же вступали в брак и молодые люди. Многие специально подгадывали роспись так, чтобы она выпала на День семьи, любви и верности. А вот у Елены Ильи Куликовых всероссийский праздник еще и совпал с их личной историей знакомства. День встреч, 8 число было, правда июня. Но мы на июль перенесли, подгадали, и потом получилось так. Ну и цифра 8, это как правило бесконечность. День такой любви и верности, то есть семейный день. То есть, ну, как бы считается, что брак, наверное, будет самый крепкий и счастливый. Парам, у которых свадьба 8 июля, повезло не только с красивой датой. Еще не до конца сняты все ограничения по массовым мероприятиям в связи с пандемией. Но уже сейчас на росписи могут присутствовать не только молодожены, но и несколько близких людей. Конечно, это очень важное событие, поэтому вот эта поддержка близких, друзей, родственников, она очень важна. Мы проводим регистрацию брака в торжественной обстановке, но с соблюдением ограничений по одновременному нахождению в зале не более 8 человек с учетом сотрудника отдела ЗАГС. Планируется, что уже скоро молодожены смогут приглашать на регистрацию всех близких людей без ограничений по количеству и отмечать это важное событие по-настоящему массово. Но опытные пары напоминают, при подготовке к свадьбе не нужно забывать о самом главном – любви.